28 глава книги пророка Иеремии В тот же год, в начале царствования Сидекии царя Иудейского, в четвертый год, в пятый месяц, Анания, сын Азура, пророк из Гаваона, говорил мне в доме Господнем перед глазами священников и всего народа и сказал, Так говорит господь Саваоф, бог Израилев, сокрушу ярмо царя Вавилонского. Через два года я возвращу на место это все сосуды дома Господня, который Навуходоносор царь Вавилонский взял из этого места и перенес их в Вавилон. И Иехонию, сына Иоакима, царя Иудейского, и всех пленных иудеев, пришедших в Вавилон, я возвращу на это место, говорит Господь, ибо сокрушу ярмо царя Вавилонского. И сказал Иеремия пророк пророку Анании перед глазами священников и перед глазами всего народа, стоявших в доме Господнем. И сказал Иеремия пророк, да будет так, да сотворит это Господь, да исполнит Господь слова Твои, которые Ты произнес о возвращении из Вавилона сосудов дома Господня и всех пленников на это место. Только выслушай слово это, которое я скажу вслух Тебе и вслух всего народа. Пророки, которые издавна были прежде меня и прежде Тебя, предсказывали многим землям и великим царствам войну и бедствие и мор. Если какой пророк предсказывал мир, то тогда только он признаваем был за пророка, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка. Тогда пророк Анания взял ярмо с шеи Иеремии пророка и сокрушил его. И сказал Анания перед глазами всего народа эти слова, — Так, говорит Господь, так сокрушу ярмо навуходоносора царя Вавилонского через два года, сняв его с шеи всех народов. И пошел Иеремия своей дорогой. И было слово Господне к Иеремии после того, как пророк Анания сокрушил ярмо с шеи пророка Иеремии, — Иди и скажи Анании. Так, говорит Господь, ты сокрушил ярмо деревянное, и сделаешь вместо него ярмо железное. Ибо так, говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, — Железное ярмо возложу на шеи всех этих народов, чтобы они работали навуходоносору царю Вавилонскому, и они будут служить ему, и даже зверей полевых я отдал ему. И сказал пророк Иеремия пророку Анании, — Послушай, Анания, Господь тебя не посылал, и ты обнадеживаешь народ этот ложно. Поэтому так, говорит Господь, — Вот я сброшу тебя с лица земли. В этом же году ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу. И умер пророк Анания в том же году в седьмом месяце.